Я сейчас буду драться каждый месяц, перерос всех тренеров. Когда вышел на Рим, понял, что это тяжело. Ты заслонил брата? Да, я знал, что я иду под молотки. Период прайда, замечательное время. Тарасов. Тарасов! Ну, Джигана мне жалко. Блин, а чего же мне раньше-то не сказать? Чего же раньше на передачу не попало? Я за идею выступаю. Процент вероятности того, что ты не выйдешь на бой. Когда уже всю энергию из тебя выпьют. Хочется уже дома закрыться. Количество бутылок выпито. Ты в конечном итоге отдал автомобиль? Я не хочу быть примером для молодежи. Я отрицательный элемент. Ты готов с Федором выйти на бой? Кто выиграет? Саша или Федя? Саша или Федя? С Вилькенштейна и у Федя истерика была. Перед камерой на публике он правильный. Братан. Люди переходят к грани общения. Что было дальше? Кто-то из них отгребет. Я приехал тренироваться в Амстердам. Что было дальше? Друзья, перед началом сегодняшнего выпуска хотели бы поблагодарить нашего сегодняшнего партнера. Это официальную букмекерскую компанию Бэтбум. У них вы найдете более тысячи различных ставок, как и на сайте, так и в мобильном приложении. А регистрация занимает всего лишь 15 секунд. Вы можете получить до 2000 рублей при регистрации по промокоду FSHOW. А также, внимание, до 10% кэшбэк каждую неделю. Ссылку оставим в закрепленном комментарии. Открой игру с Бэтбум. Друзья, мы вас рады приветствовать на нашем канале FSHOW. И сегодня у нас гость, который оставил огромнейший след в отечественных единоборствах. И не только в единоборствах, еще в отечественных СМИ, в отечественных инфоповодах. Александр Емельяненко. Здравствуйте, друзья, добрые. Приветствую вас, парни. Очень рады тебя сегодня у нас видеть. Особенно рады видеть тебя в хорошей форме. Мы уже видим, что ты ее набираешь. Как ты оцениваешь на данный период свою форму? Оцениваю отлично. Ну, в зависимости от... По 10-бальной шкале. По 10-бальной шкале я еще не набрал пик своей формы. Ну, в зависимости от последних событий, последних лет жизни моей. Очень быстро я набрал форму, потому что долго не тренировался. От пиковой формы это 50-60%? Да мне даже тяжело как-то судить. Ну, я отлично себя чувствую, отлично дышу. Бью мешок, у меня жесткие, качественные, быстрые удары. Вот, то есть... Сборы пошли на пользу в высокого уровня. Сборы, да, пошли на пользу. Ну, потом немножко, чуть-чуть подзахулиганил. Ну, это буквально несколько дней было. Вот так, восстановительных. Есть один знакомый, и такой достаточно большой. Ну, по отношению ко мне. И он, да, говорил, что у вас сборы достаточно интересно тоже проходили. И в тренировочном плане, немножко, скажем так, выходя из него. Где? Где? В Кабардино-Балкаре. Ты что-то за знакомый такой. Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия. Поправка, да. Карачаево-Черкесия. Там к вам приезжал блогер один, Святослав Коваленко. И первый твой спарринг именно такой был по боксу. Именно с ним проходил. Как оцениваешь этот спарринг? Да как оцениваю. Он бегал, спасался. Оно в таком открытом пространстве тяжело спарринговать, потому что у них не стоит задача побоксировать. У них стоит задача убежать. Выжить? Ну, да. Вот он сколько мог, ну, круги наворачивал. Там сколько не обрезаемого угла, он все равно никуда не упрется. А в записи ты видел этот бой? Нет, не видел. Там в записи, короче, каждое его попадание дублируется. Да? Двадцать. Вот он попадает и повтор сразу включается. Нет, такие у него удары плюшевые были. Даже, ну, вообще не почувствовал. Ну, у вас различные соревнования. Уже по приезду в Москву тебе получилось поспарринговать с Даудом. Дауд чемпион хардкора, правильно? Да, Кубихаев, очень хорошая экипажа. Кубихаев, да. Это уже конкретно непосредственно боксер. И как тебе после... С Даудом мне очень нравится работать. Мы работаем, но когда не последний, предпоследний спарринг наш, вот, мы сколько отработали, я не помню, сколько раундов, но Дауд устал, он прям задышал, он признался, что он сдох. Но я, ну, так нормально себя чувствовал, готов был продолжать. У нас просто ограниченное количество раундов было. Ну, и уже пошли, пошла работа, тренирующий процесс на спад. Вот, завтра у нас тоже с Даудом пары. Ну, сейчас вы уже вместе, да, тренируетесь с его командой в одном зале, да? Ну, и как, я приезжаю туда, делаю свою работу, мы просто по пятницам спаррингуем. Ну, так, сейчас уже все, пошел, тоже спарринги на спад пошли, потому что у меня... Ну, уже совсем скоро бой, 18 сентября. Ну, скоро бой, чтобы не травмироваться, не сикануться, потому что у меня был один раз парень, ну, вообще с 18-летним пацаном, ничего из себя особого не представляет, ну, просто боксер. Вот, и я что-то, ну, так увлекся, опустил руки, и он бьет, и я ухожу, и он просто вскользь цепляет меня. Я в шлеме был, и наносит мне сечку, и меня вывело из работы на две недели. Вот, то есть две недели я не спарринговал, не мог работать. Ну, а у Дауда намного жестче, качественнее, плотнее удары. Я ему сказал, что, как бы, первые тренировки мы с ним рубились, прям не щадя себя. Ну, время было. Вот, сейчас я ему сказал, что у Дауда чисто для работы, для чувства канатов, для чувства ритма, темп, набираем, мы двигаемся. Вот, тренировочный процесс, да, ну, ты достаточно опытный спортсмен, уже давно в этом деле. Но есть ли люди, там, тренера, команда, которые, вот, тебе говорят, вот, надо будет сделать так, такой технический аспект потянуть, или ты сам все выстраиваешь? Сам все выстраиваю, нету никого. Вот, сам выбираю, когда мне бегать, когда ехать к боксерам, когда к борцам, когда уфпшную работу делаю. То есть, я все уже перерос всех тренеров. Ну, смотри, вот, когда вот бой был с Магомедом Исмаилом, многие сказали, что Саша, вот, как был, крепким, хорошим бойцом, да, там, но он не прогрессирует, он не изучает новые техники. Может, в этом есть какое-то упущение? Нет, там, просто упущение было в том, что я просил, чтобы мне привезли борцов, вот, а я так ни разу мне это самое не боролся. Ко мне приезжали боксеры, профессионалы, там, ну, в количестве, там, ну, там, десяти человек, тяжеловесы, там, Аптидахтаев, там, еще там, с Грозом, ну, такие хорошие бойцы. И они по два раунда заходили, уходили, вот, уставали. А я работал, ну, большое количество раундов, не уходил из ринга. Ну, и поэтому так чуть-чуть я был заряжен на ударную технику. Ну, немного странно, потому что мало кто предполагал, что Магомед Исмаилов будет имениться в стойке. Да, он и бороться там не может, да, я верю, мне пару тренировок с борцами нужно было провести, и, в принципе, он бы ничего не сделал. Сейчас Магомед категорически отказывается, да? Категорически отказывается, не хочет драться, говорит, больше я с тобой не буду драться, потому что я пару раз попал по нему, у него несколько дней голова гудела. Он так объясняет это? Да, говорит, все, я больше с тобой драться не буду. А если бы теоретически был бы ваш второй поединок, как бы он продлился и как бы он шел? Ну, я бы нокаудировал на Магомеда, досталось бы второй раз. Ну, главное, что у тебя от количества людей, которые хотят с тобой подраться, список не уменьшается. Да, даже вон, пошли эти самые рэп-исполнители вызывать на ринг. А, Джиган? Джиган, да. Ему куда? Пел бы и пел бы дальше песни свои. Нет, надо Семильяенко побоксировать. Саш, ну вы же с ним хорошо общаетесь. Ну, хорошо общаемся, дружим. Я не знаю, я у него спрашиваю, зачем тебе это? Ну, он мне ничего не отвечает, смеется. Смеется, но дату боя не говорит. И пуза наезжает. Да не, вроде в ноябре должен быть у нас с ним бой. Уже есть, да, договоренность? Уже, да, договоренность в ноябре есть. Ну, как ты оцениваешь? Вот у тебя сейчас бой с Артемом Тарасовым и Джиганом. Ты кого оцениваешь? Не, не Джиган, у меня еще сейчас в перспективе. Я сейчас буду драться каждый месяц. Вот, я сейчас не буду говорить, потому что все на стадии обсуждения. Я вместо тебя скажу. Джиган, Тарасов, Дацик. Дацик под вопросом пока, да, то, что поздно они обратились. Заявку поздно подали, в конец список подали. Заявку поздно подали, в список все правильно. Да, ну это если что уже на следующий год. То есть у меня сейчас очень много работы навалилось на меня. Саша, не тяжело в таком режиме сейчас, тренировочный процесс? Не тяжело, я на тренировке больше устаю, чем в боях. В боях я иногда даже, бывает, спадить не успеваю. Они падают, как снопы подкошенные. Не, ну это с Кокляевым, а с Исмой не так было все. Ну, Исма, он так под это самое подготовился, да, прыгал в ноги и так что-то там в партере пытался сделать. Что ты ждешь от Тарасова? Легкие деньги? Больше, чем от Кокляева? Ну, это то же самое. Что один не умеет драться, что второй не это самое. Я не понимаю, для чего Тарасов вызвал меня на бою. Ну, деньги, очевидно же. Я без понятия, я не смотрел его гонорар. Мне кажется, здесь палка на двух концах. Ну, блин, ему же больно будет. Это же голова, это хрустальный сосуд, ее беречь надо. Смотри, он маленький, выходит против большого, против человека с именем бойца, да? Причем мы выходим не в боксерских перчатках, а в иммашных накладках. Это их желание было? Ну, я не знаю, чье желание, но меня просто уже поставили перед фактом. Я говорю, как хотите, да. А если тебе предложили с одной привязанной рукой за спиной? Ему пришлось бы убить меня ценой, я бы и одной рукой его побил. Убить меня ценой, это легендарная фраза. Ну, Артем Тарасов, что он, маленький, да? Если он покажет более-менее какой-то бой, если выживет, все скажут, молодец, то что выжил. Если он проиграет, то все скажут, ну, все так и думали, что ты проиграешь. Это так и будет, да. Так что для него это беспроще, зато медийно и финансово он зарабатывает с этого. Больно же ему будет. Ну, вот ты его как оцениваешь? Так же, как блогера или как бойца? Да как блогера, он никогда в жизни не занимался спортом. Вот, и тут буквально совсем недавно я узнал, что, не знаю, один дрался, несколько дней назад я узнал, что он только уехал готовиться ко мне куда-то в Северную Осетию. Я говорю, да до боя осталось, не знаю, 20 дней, а он только уехал готовиться. Именно бой с Кокляевым был назначен, и почему-то он большой ажиотаж вызвал, и многие говорили, что даже там, если палкой раз в год стреляет, там, и все прочее, если он попадет, Кокляев может и выиграть. Вот дерется профессиональный боец, силовиком, у силовика там рука, и Кокляев тоже разгонял за себя. На что он вообще рассчитывал в твоих предположениях? И вообще, почему он такой ажиотаж в публике вызвал этот именно бой? Ну, потому что он самый сильный человек, он двигает пароходы, там, я не знаю, поезда там, перетягивает, переставляет с одного пути на другой, вот, чтобы они ехали дальше, помогает. И тот же самый Кокляев, что это так все легко и просто, но когда он вышел на ринг, он понял, что это тяжело, он еще до боя со мной, он уже сгорел. Когда он вышел на ринг, ну, он ничего не показал. Я даже, был момент, когда я видел, что он попал ему, видел, что он поплыл, зашатал его, я отошел, дал ему восстановиться, отпустил, для того, чтобы люди потом не говорили, что это был случайный нокаут, что на первых секундах, что я попал, если бы я не попал, то Кокляев дальше бы меня выиграл бы, вот, я дал ему восстановиться и потом уже продолжил бой, то есть он ничего не показал, ну, этим нужно жить, вот, а не так, что я всю жизнь стягал штанги, был в своих дисциплинах, там, лучше, тут вышел на ринг, захотел стать бойцом, вот, так не получится, вот, я вышел и показал, что дело не в размерах и не в поднятии, там, больших каких-то тяжестей, весов, дело, ну, совершенно в бойцовской технике, да. Друзья, мы стараемся делать наш контент для вас все лучше и лучше, а от вас мы просим лишь активность, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, большая часть тех людей, которые смотрят, сейчас вы видите статистику, не подписаны на наш канал, для нас очень важна ваша активность, так что обязательно подписывайтесь, поддерживайте нас, а мы будем стараться еще лучше, еще больше делать для вас интересного контента. Друзья, также не забывайте подписываться на наши соцсети, инстаграм, телеграм и личные страницы меня и Эдуарда Вартаняна. Смотри, Саша, согласно Шердок, твоя карьера началась профессионально в 2003 году, и у тебя уже четвертый бой был с Мирко Кракопом. Вообще, как так получилось, что ты, грубо говоря, начинающий боец с тремя победами вышел на одного из топов и победителей гран-при и так далее? Он должен был драться с Федей, вот, японцы хотели забрать у Феди пояс, потому что один из этих самых менеджеров Кракопа был организатором Прайда, вот, они хотели из Кракопа сделать чемпиона, но Федя не готов был и не успел бы подготовиться к нему, я ему сказал, давай я выйду против Мирко, вот, и отсрочим твой боль. Ну, Федор не возражал? Конечно, не возражал, но он понимал, что он не успеет к нему подготовиться, и что Мирко очень опасен, вот, и все, и поэтому я сделал вызов Кракопу, и вышел против него на ринг. То есть, грубо говоря, для тебя это было, ты заслонил брата, что ли, получается? Ну, тогда я жал, что я иду под молотки, я вообще был не готов выступать, да, потом Федор уехал в Голландию, там подготовился, ему хорошо поставили блок, вот, от ноги Кракопа, и он смог его победить, провел. Насколько это сильный бой был? Ну, или ты вообще собирался, ну, побеждать, с каким настроем ты выходил на этот бой? Или тебя просто... Да я молодой был еще такой, глупый, ну, толком еще ничего не понимал, так выходил и подраться, и физически, и технически был не готов к нему. Ну, то есть, я понимал, что так выхожу под молотки. Ну, вот этот период Прайда, как оцениваешь? Период Прайда, вообще, это, ну, как бы, замечательное время было. Вот, очень жалко, что его развалили. UFC выкупила Прайд, создала проблемы японцам в Японии, выкупила Прайд, забрала выгодных для UFC спортсменов, остальным сказали, ну, делитесь, где хотите. Ну, тебе предложение от UFC было? Было, но там такие ужасные условия были, поступали, что ни я, ни Федор, ну, как бы, так мне согласились подписывать в UFC. Ужасные условия финансовые? Нет, и финансовые, и условия тренировочные, то есть, там, шаг влево, шаг вправо, там, штрафные санкции от UFC поступали бы. Вот, даже запрещали заниматься любительским видом спорта выступать. Вот, мы тогда активно по боевому самбо выступали. Пропагандировали самбо. Самое тяжелое твое противостояние спортивной карьере? Оно еще впереди. Еще впереди? Пока, да, пока все. Надеюсь, не Джигана. Нет, ну, Джигана мне жалко, вообще, мы хоть так. Я говорю, ну, ты понимаешь, что тебе, ну, как бы, больно будет я тебе спать отправляю. Я не знаю, о чем он думает, зачем он меня на бой вызывал. Ну, 50 миллионов, он же сказал. То есть, об этом он и думал. Блин, а что же мне раньше-то не сказать? Что же раньше на передачу не попало? Я за идею выступаю. За зеленый человек. За зеленый человек. А оказывается, все намного проще. Он, да, нормально Джиган. Вот, смотри, у тебя была... Сколько ему концертов надо дать, чтобы такую сумму... А он, знаешь, как объяснил, он говорит, я в Инстаграме один гиф провожу, и я примерно те же самые деньги получаю. Зачем мне за меньше деньги выходить с кем-то драться? Тем более драться. Тем более с Александром Емельяненко. У тебя очень были интересные противостояния, которые просто зашли в хайлайты. Правда, допустим, там, с тем же Томпсоном, которым ты накрутировал. И вот у тебя профессиональная карьера шла, и сейчас ты дерешься с блогерами и с певцами. Как ты оцениваешь вот это? Ну, дело в том, что это они меня вызывают на бой. И для того, чтобы потом не было слухов, что я Емельяненко вызвал, а он отказался. Ну, я сказал, мне без разницы, кого бить. Находите мне бойцов, я буду выступать. Ну, как? Ну, гонорар мотивирует. То есть, все-таки не идея, а гонорар. Ну, а как? Ну, у нас бойцов нету, а с кем драться выступать? Кому не предлагают, они сразу начинают увеличивать, понимают, что легко им этот бой не даться. Я их нокаутирую. А вот блогеры, они просто не попадали еще под молотки. Думаю, что это так все пройдет, спустя рукава, что с Кокляевым будет у него бой у Тарасова. Огромнейшее же количество организаций, которые хотят тебя видеть. Вот, и сейчас RCC мне предложила по боксу выступать. Я сейчас жду от них ответа. Ну, как бы до этого они так чуть-чуть там абстрагировались. Я не знаю, по-моему, смешное единоборство-то они вообще прикрыли. Они сейчас только бокс. Есть, проводят турниры. Интра, RCC-интра, да. Ну, да, ну, у меня сейчас менеджер Азамат Бастанов, он, ну, находит мне бои, вот, и до Нового года, и после Нового года у меня уже практически каждый месяц забит. У тебя бои каждый месяц. Да. Не боишься ли ты, что в какой-то момент ты, опять же, этим поднаешься и захочешь отдохнуть? Ну, ничего страшного. Отдохнуй, да? Опыт, опыт, опыт уже есть. Ну, просто во многом я когда вот, ну, там то же самое интервью Камилы Гаджиева смотрел и другими лигами, когда общался, им всем боец. Александр Емельянович очень интересен. Они понимают, что это яркий боец, который покажет бой, но они все боятся, что есть процент вероятности того, что ты не выйдешь на бой. Да как я не выйду, выйду. Было же у тебя много, допустим, там, на Легенде. На Легенде я травмирован был. Ну, на РСС. Я их предупреждал. На РСС я их тоже предупреждал, причем я в этом самом был, у меня только бой закончился. Вот, я разбил все руки, я две недели не мог руки сжать, я в спортзал не ходил. А битва на Волге? Битва на Волге, я там вообще не должен был драться. Это в этом, в Самаре. В Самаре, да, в Самаре. Это Гурьянов. Да, Гурьянов, мы хорошие знакомые. У меня просто не было этих самых выступлений долго. Я ему предложил, у него подраться, чтобы он нашел бой. Так просто, для пропаганды его лиги, чтобы люди увидели, что я в порядке, в форме. Он говорит, хорошо, мы вроде сговорились, я не помню. От кого-то поступило другое предложение. Я ему перезвонил и предупредил, что мне есть, да, где работать дальше. Я у тебя драться не буду. И причем я его предупредил месяцев за два до турнира. То есть никаких предпосылок, что это... Это ситуация, когда ты срывал бои, получается. Не было. Это просто организаторы. Раньше времени начинают делать заявления, а потом... Ну, прессе же нужно как-то оправдание какое-то внести. Вот. Ну, и они начинают там... Лучше всего, как очернить Эльяненко. А вот моменты вот именно такого, когда ты, да, там, скажем, отдыхаешь, они чем связаны? Каким-то эмоциональным состоянием или усталостью именно физической, эмоциональной? Нет, мне просто нравится. Ты вот сейчас даже, сейчас, если ты находишься, ты на расхват, да? И как-то все пытаются от тебя энергетически подпитаться. В какой-то момент вот так вот бывает, что ты уже сам хочешь как-то абстрагироваться от всего? Ну, бывает иногда, да, когда уже перенасыщаешься вот этим вот информацией, когда уже всю энергию из тебя выпьют. Хочется уже дома закрыться, никуда не ходить, никого не видеть, так чуть-чуть расслабиться, отвлечься. А вот я покупаю стол красного сухого вина и... Красного сухого? Ну, иногда и белого. Сейчас в последнее время на белое перешел. Что-то красное, тяжелое какое-то. А есть какая-то, ну, граница, допустим, отдыха? Количество бутылок выпитого? Да нет, ну так нету там, оно пока не закончится. У Саши, наверное, так, он устает от работы, от тренировочного процесса, от напряжения, а потом устает от отдыха, и ему надо опять напрягаться. У него периодически циклами заходит. Да, циклами, циклично. А вот период спортивного возрождения, это когда ты тренировался в Чечне, сборы проходил там, в клубе «Ахмат». Ты сам говорил, что у тебя каждые два месяца были поединки. Каждый месяц. Каждый месяц. Вот этот период в жизни, вот как ты его свой расцениваешь? Да никак, просто, ну так, это самое, с головой полностью ушел в тренировочный процесс, работу. Ездил домой, дом спортзал, дом спортзал, у меня больше никаких дорог, маршрутов не было. Это ты в Чечне когда жил? То есть, а там что, снимали на базе или как, или снимали квартиру у тебя отдельно? Мы там поселили, снимали квартиру. Вот я там жил, приедешь, и утром кросс, вечером в спортзал. Когда сначала показали вашу пресс-конференцию, коэффициент блокмекеров на победу Магомеда Исмаилова был, типа, выше, да, там ниже? Четыре, да, то что он, и на досрочку десять. Потом раз приходит фотография твоя на ИСЯ, ну, в Ахмате, где ты в тренировочном процессе с кубиками в отличной форме, и сразу фаворитом становишься в этом поединке ты. Ну, букмекеры. Букмекеры, да. Ну, тогда на тот момент ты как, в хорошей форме подходил к этому поединку? Ну, тогда у нас, видишь, с этой самой, какого, с пандемией, так, чуть тоже подраздергали, вот, я на пике себе держал четыре месяца, ну, и так, чуть-чуть перегрузился, вот, подойдя к нашему выступлению. Каждый месяц, да, переносили, переносили, и нужно было держать себя постоянно на пике формы. Я перегрузился, перетреновался, ну, и такой, чуть-чуть уже истощенный, уже уставший, вышел на бойся. Ну, все равно был уверен, да, в своей победе? Ну, конечно, я, ну, в принципе, я ожидал, что он будет ноги прыгать, вот, но я же говорю, мне ни разу не привезли борцов, не было борцовской тренировки, поэтому... Ну, ты уверенно спорил на автомобиль, а тут бороться, да? Да, это я не по этому поводу спорил. А, да, по поводу боя Магомеда с моего? Нет, по-другому. То, что больше пить не будешь, да? А, да, да, что, забыл, что ли? Да, конечно, в итоге, отдал автомобиль или нет? Да, отдал, пусть катается Патриот. Вообще, было какое-то переживание? Нет, никакого переживания, я понимаю, что это случайность была, и он это понимает, что это все было случайно. Вот, почему он и отказывается дальше выступать, сам и драться. Ну, вы еще чуть-чуть весовые разные. Ну, это он полез, тяжелый вес. Ну, полез, попробовал, и все, хватит ему. Да нет, он где-то там еще потом с тяжеловесами дрался, выступал. Нет, с полутяжелым, он со штырковым дрался. А, полутяжелым? Да, это 93. А сейчас они с меня и 84. У него просто забег такой. Ты много говоришь о том, что, и говорил, то, что вы пропагандой спорта занимались, пропагандой самбо. Но вот когда вы в детстве занимались, кто для вас вообще был человеком, на который вы смотрели, и вы планировали вообще профессиональную карьеру? Я не планировал, я ни на кого не смотрел, я просто ходил в спортзал, ну, так уже, вошло в привычку у меня с самого детства. Это как, влияние Федора или как? Нет, у нас мы даже в разных группах занимались. Он на 5 лет старше меня, он в более возрастной группе занимался, я более младший. Мы даже в разное время тренировались. Это уже потом, когда я подрос, когда практически его вся группа развалилась, там пару человек осталось. Это ты по самбо говоришь? По дзюдо. По дзюдо. Да, начали заниматься, да. Тогда объединили нас, как-то вместе начали работать. Право выбора каждого личное. Хочешь заниматься, занимайся, хочешь учиться, учись, иди работать. Ну, что хочешь, то и делай. Но он же выступал, он по былому самбо, даже в России он, по-моему. Нет, он выполнил норматив мастера спорта. Да, мастера спорта. На мальчском турнире на каком-то, и все. И на этом он больше ничего не смог в спорте показать. По смешанным недоборствам он даже не дрался. Смотри, вот дорога от просто из зала дзюдо простого в Старом Осколе, правильно, до Японии. Как он вот так вот проходил? Это случайное стечение обстоятельств? Или это какой-то запланированный план, к которому вы шли? Каким образом получилось так? Случайные обстоятельства. Вот вы вот два, три брата, грубо говоря, два. Сначала Фёдор начал выступать в Рингсе, потом Рингс, я не знаю, из-за каких причин его закрыли. Нет, ну ты, получается, ездил же с ним, правильно? Ты смотрел на это. Нет, отдельно? Да, мы очень редко друг к другу на бой ездили, потому что нас ставили практически турнир за моим турниром. Но Смирка он точно был у тебя и в углу, и в раздевалке, и мы все помним его переживания в раздевалке, легендарные эти. Иногда японцы ставили нас в один вечер в одну файт-карту. Ну вы вместе, да, готовились? Да, я еду выступать, приезжаю, он уезжает на турнир. Фёдор часто говорил в своих интервью, что мой брат Александр гораздо более талантливый, чем я. Почему он так высказывался, с чем это было связано? Ну потому что я лучше его борюсь, лучше его боксирую. Ну такая, распущенности больше. Меньше дисциплины, да. Меньше дисциплины. Может быть и поэтому у тебя больше этой распущенности, потому что ты делаешь лучше. Когда что-то не задумывался? Не, не задумывался. Ну сейчас я себя ограничил во всем, но дисциплина бьет класс. Да, дисциплина бьет класс. Смотри, дело в том, что насколько важно тебе быть примером для подрастающего поколения, потому что, судя по всему, у вас не было примеров, когда вы росли и начали выступать. Сейчас уже намного более сформированы инфраструктуры, грубо говоря. Ты можешь, допустим, союзом ММА выступать, и тебе понятен план. Но у вас ничего не было понятно, и вы, грубо говоря, добились успеха больше вопреки, чем благодаря. Ты с этим согласен? Согласен. Ну как бы я не хочу быть примером для молодежи. Я отрицательный элемент. Да, кстати, у тебя прозвище в Шердоге, ты знаешь, какое? Дрим Риппер, что ли, или Грим, грубо говоря, Мрачный Жрец, Грим Риппер. То есть это ты сам придумал, или кто-то из шейхменеджеров? Вообще не знаю, первый раз слышу. Тебе бы больше, да, Мрачный Могильщик, грубо говоря. Тебе бы больше подошло прозвище Нотариус, знаешь, печально известный. Не слышал вообще даже. Я так не слежу по интернету вообще. Это, наверное, японцы в свое время как-то дали. Ну, короче, человек, который отправляет людей на кладбище. Спать. Просто ты говоришь, что вы развивали боевое самбо и хотели пропаганду. Но при этом ты говоришь, что это отрицательный элемент. Ну, своими боями показывать, выступать, чтобы как ты держался. Сколько раз я приезжал на соревнования по боевому самбо. Очередь стояла, тяжеловесы взвешиваются. Очередь стоит, человек 15 тяжеловесов. Когда узнавали, что мы с Федором приехали, ну, я не знаю. Расходились, да? Ну, да. Оставалось, я помню, в Дагестане приехали за машину драться. Вот. Там пятерку разыгрывали в тяжелом весе. 90 это были уже нулевые? Двухтысячные уже. Магомед Ибрагимов заявился и еще кто-то, я не помню. Вот. И остальные все сказали, что мы участвовать не будем. Вот. И когда по боевому самбо приезжаем, заявляемся, ну, тренера подходят, говорят, только нет, убей моего подопечного. Подопечного, да, аккуратненько выйди, так, что-нибудь сделай, брось и на болевой. Я тоже сам бы занимался, и там на одном из чемпионатов России Федор стал финалистом за 30 секунд, типа, все проще. И я помню один финал чемпионата России, когда вы с Федором вышли, и типа что-то показать на выступление сделали, Федор на руку, да, вышел, не ошибаюсь. А там сначала сидели, я помню. Вначале ты бедро сделал, ты его бросил в бедро. Нет, там все быстро, бросок и выход на болевой. Да, и он сделал болевой, да. Сначала там сидели, там спорили, кто выиграет, Саша или Федя, Саша или Федя, Саша или Федя. А было когда-нибудь такое, что вы на соревнованиях вместе вот бились? Нет, на соревнованиях никогда мы не бились, вот. Мы постоянно, когда я жил в Осколе, вместе тренировались, очень, ну, так вот, не жалея друг друга, работали в тренировочном процессе. На тренировках били друг друга, не жалея. Ты готов с Федором выйти на бой? Конечно. Есть ли такой будет вариант? Легко. Просто спортивный интерес. Просмотрел только бы как спортивный поединок? Да, как спортивный поединок. Либо ты, может, его рассмотрел бы так, что возможность с братом пообщаться после боя так же или всё, сблизиться опять. Да ни о чём нам общаться. У него есть мой номер телефона, он в любой момент может мне набрать и мы можем с ним поговорить, но он почему-то не звонит. В крайних интервью он говорил, что всё-таки надеется на то, чтобы… Ну, это он в интервью говорит, понимаешь, а по телефону, когда я ему позвонил, он совершенно иное начал мне говорить. Вот он аж от мата своего чуть не задохнулся, начал аж захлёбываться словами, в трубку орать. Я ему говорю, ладно, давай. Он мне говорит, ты мне безразличный. Я говорю, ну, ты мне тоже безразличный, живи как хочешь. Ну, у вас же ещё есть брат, ещё есть сестра, мама… Да, с ними я общаюсь хорошо. Фёдор даже с младшим братом не общается, не знаю по каким причинам. Вот. Слушай, ну, вот вы такой долгий период времени были вместе, у вас был, допустим, тренер там Мечков, Воронов, вы же вместе тренировались всё это период. Когда пути разошлись… Когда Фёдор звезду словил, вот, и когда ему нравилось, что когда ему все жопу вылизывают, вот, все вокруг бегают, у него Федя, Федя. Вот. Я один из немногих, наверное, или один единственный даже, я хочу, могу сказать вам, кто говорил ему открыто, всю правду в глаза, вот, кто его отдергивал и приземлял на землю. Ну… А, в чём это… Да, абсолютно во всём. Во всём. Во всём. Во все… Ну, например, что он там… Неха… Не на интервью как-то грубо с людьми общался, или в чём… Да нет, ему нравилось, что все вокруг него бегают, и вот так вот, на задних лапах, там, Федя, Федя… А что ты от него хорошего взял, вот, если… Да ничего хорошего я от него не брал у нас. С детства. У него своя жизнь, у меня своя жизнь. У него свой круг общения, у меня свой круг общения был. Вот. Только вы пересекались на тренировках, получается? И то уже, в более старшем возрасте. Вот, пересекались. И… У него даже иногда на тренировках… Мы ходили даже в спорт зал разными дорогами. В интервью, я думаю, Фёдор сказал, что в дальнейшем… И этот Вадим Фелькенштейн, что в дальнейшем никакой ответственности за твои действия они не несут, потому что они не могут тебя уже контролировать в этом плане. Насколько здесь есть твоя вина, там, в твоих действиях каких-то, что… Ну, до такой ситуации дошло, что они уже, как бы, скажем так, абстрагировались от тебя полностью? Да не насколько. Фелькенштейну нужно было просто фамилии Емельяньки, для того, чтобы вылезти на рынок и получать 17%. Вот. Я им за сколько… За несколько дней… Ой, за несколько недель до боя сказал, что я не буду с Монсоном выступать драться, потому что я не готов. Я как раз только месяц назад где-то провел до этого поединок, я не помню. Вот. Что я не готов с ним драться. Ну, ищите мне замену. Там Фелькенштейн и у Феди там истерика была, они же там вместе, по-моему, работали какое-то время. То есть, я с Монсоном, я бы его побил. Он ничего из себя особого не представляет. Вот. И не представлял, даже когда мы дрались. Вот. Просто я вообще был не готов к нему. Отдыхал. Был на чили. Это уже такая фраза джигана. Мискит всегда распространилась, да, у нас на чили. Да, да. Но смотри, несмотря на все эти обстоятельства твоих жизненных, да, перипетий, публика очень к тебе относится лояльно и она тебе симпатизирует. Потому что я такой же, как все, простой, обычный. И все знают взаимодействие. Я неправильный, как некоторые себя строят. Перед камерой на публике он правильный, а только камеры убрали, тут же идет в хлам упивается. Ты какой есть открытый человек. Да, такой же. И все это прекрасно знают. Ты один раз сказал, что многие доброту твою за слабость принимают. Многие, да. И из-за этого усугубляются в дальнейшем отношения. Ну, это да, это личные отношения. Сначала приходят на «вы», разговаривают. Потом переходят на «ты», потом уже начинается «братан». Такое уже понебрасо. Но я уже понимаю, что люди переходят к общению, к грани дозволенного. Ну, так потихонечку абстрадируешься от них. Ты вот на данный момент скопил? У тебя есть какие-то, скажем, резервы, имущества, которые ты уже на данный период для себя сделал, как, значит, такую подушку безопасности? Нет, нет, нет. Ты вообще пустой. Вот. Сейчас вот начну только делать подушку. Сейчас пришел к этому, что надо. Менеджер направляет. Нет, ну джиганы – это хорошая подушка. Я за что выйду на бой с джиганом, вот это для резерва. Надо запасаться на будущее. Получается, ты большую часть карьеры провел в России. И, можно сказать, знаешь всю подноготную российских смешанных единоборств. Что ты самым деструктивным считаешь в единоборстве вообще? Какие у нас есть точки развития? То, что вот Федор создал союз ММА – это положительно или отрицательно? Блин, я вообще не признаю ММА как любительский вид спорта. Вот. Он должен быть профессиональным. Ну, потому что это очень жесткий вид спорта, и спортсмены должны за это получать не грамоту с медалью, а какое-то вознаграждение. Это просто… Даже на любителях вознаграждения. Плюс зарплату от Федерации. Да. Ну, чтобы был интерес дальше развиваться. Ну, сейчас так сформировали. Сейчас есть те же самые Кубки России. Ну, сейчас что-то я не слышал. Сначала, когда союз ММА был, сначала там прям… Гремело это все. Гремело, да. С тринадцатого года, как появился Союз ММА России. А сейчас вообще даже… Я уже очень давно, уже больше чем… Да, уже не так. Сейчас Радмир возглавляет… Габдулин. Как ты думаешь, почему? Габдулин. Потому что Радмир Габдулин возглавляет. А что, он плохой правленец? Ну, получается, что плохой. Что пропал вообще из экранов, и… Так просто не слышно о Союзе ММА ничего вообще. На его месте, если бы ты находился, то что бы ты сделал для развития единоборств России? Я не знаю. Я не на его месте. Я не знаю… Ну, там, все и подноготные. Вот. Ну, так бы я не поступал как он. Ну, он не коммуникабельный. Фёдор возглавлял, когда Союз ММА России, он очень активно привлекал и спонсоров, привлекал и медиа. Потому что человек такой во главе… Ну, никто не хочет работать. Потому что… А как ты думаешь, почему Фёдор оттянулся в своё время? Он сейчас как почётный президент, но активную деятельность он уже в организации не понимает. Да, потому что он понял, что ему это тоже не нужно. Что это очень большая, как моральная, так и физическая, ну, такая затратная, расходная часть, которая никакой отдачи не даёт. Так же, как и М1 умерла. М1, да, что-то вообще пропало совсем. Хотя М1-арену в своё время построили, да, за счёт этих громких имён ваших. Да, это, по-моему, забрали в Фельденштейне. Сейчас называется Тинькофф-арена. Да, вот за эти самые, за долги отжали у него. А вообще, вот смотри, вот мы поговорили про общественную деятельность Союза ММА, там всё проще, как и общественная организация, развивающий спорт. Тебе было бы интересно вот какую-то возглавить общественную организацию, какое-то движение? Именно в таком направлении можно развиваться дальше? Ну, вообще не интересно. Тяжело, я пока, как деятельность, спортсмен не готов разрываться, распыляться и возглавлять какую-то общественную организацию. У меня времени не хватает на тренировочный процесс, на восстановление, на отдых, на общение с близкими. Я уже у матери, она тут живёт 600 километров от Москвы, я уже у матери, наверное, года три или четыре не был дома. Вот, доехать всё никак не могу. А когда-нибудь задумался, Саша, например, после спортивной деятельности, где ты себя видишь, в чём дальше? У меня два высших образования, не знаю, может быть куда-нибудь пойду по экономисту и нефтяникам. Нормально, чисто для России. Может куда-нибудь пойду потом по специальности работать. Помимо единоборства, да, там, тренировочный процесс выступлений, что тебе ещё интересно? Времени не хватает, когда зарубитесь. Так, есть там пару игрушек логических, скачал, когда реклама идёт, какое-нибудь кино смотришь, реклама идёт, быстренько поиграешь. В телефонные игры, да? В телефонные игры, да. И всё, и дальше там, посмотреть, восстанавливаться, отдыхать. Основная твоя коммуникация? Ничего не это самое, не интересно. Основная твоя коммуникация? Устаю очень сильно на тренировках. С людьми это через Инстаграм? Ты сам сидишь в телефоне и отвечаешь, и записываешь? Да, сам ведут, сам посты выкладываю. Тебе вот этот формат взаимодействия с людьми, которые за тебя болеют, переживают, и самому нравится, интересно? Ну, мне времени не хватает. Я, да, как я, выкладываю, я это, ну, я начал бороться, я завёл, ну, если бы не моя работа бы, не моя популярность, я бы соцсети бы удалил бы и не вёл бы их. Вот. Но так как в СМИ иногда бывает, ну, для инфоповода что-нибудь придумают вокруг Александра Емельяненко, один запустит, а все другие поперепечатают у него, и всё, оооо, новость какая там, ажиотаж, Емельяненко опять там, что-то там. натворил, что-то там сделал, вот. Ну, хотя я со спортзалом, у меня там телефон красный, выходишь с тренировки, смотришь там, столько, куча пропущенных звонков, и все там задают одни и те же вопросы. Я говорю, да не было, я всё нормально, говорю, в спортзале тренируюсь. Вот. Из-за этого я завёл соцсети для того, чтобы люди видели и понимали. Хотя бы ты мог на прямой отвечать и говорить, что как. Каждый день, да. Каждый день они видят, что я работаю, что тренируюсь, что никуда я не пропал, ничего-то со мной не происходит, что жив-здоров я и в спортзале. Ну, от себя могу сказать, что у тебя достаточно интересный инстаграм и достаточно интересно за тобой наблюдать. Вот, например, ты упомянул в прямом эфире, там, с Азаматом, имя Тимура Никульна, я думаю, откуда Саша его знает? Вроде мне говорили, что ты ютуб не смотришь. Я был на турнире по боксу, и он там боксировал. Правда, организация. Правда, да, организация с чеченцем. Пулемётчик, по-моему. Он тоже тебе кидал вызов и тоже хотел с тобой бой. Ну, вот, сейчас идут переговоры, потому что я и с одним, и с другим подрался. В один вечер и сразу ударил. Могу я в один вечер с ними подраться. Я так посмотрел, ничего я не представляю. И Никулин, я вообще о нём не слышал. Просто посмотрели его бой и уехали с Азаматом с турнира. И потом до меня уже доходят новости, что Никулин вызывает меня на бой. Хочет подраться со мной. А до этого кто-то мне сказал, что если пулемётчик выиграет у Никулина сегодня, он тебе прямо в ринге кинет вызов на бой. Я думаю, блин, ну, пришёл, посмотрел. Ничего не из себя не представляющие два спортсмена. Ну, если что, человек предоставит интересный. Да, убьют ценой. Тогда можно будет и подраться. Ну, да, побью их. Смотри, тут недавно мне сказали, что ты посещал проект, достаточно известный на YouTube просторах. Но я думаю, тебе он был не так известен. Потому что YouTube не смотришь. Это что было дальше. Ходил ты к ребятам? Да, посидели, посмеялись. Но очень хорошо и весело. Что было дальше? Да, это было. А не так давно... Очень хорошо и весело. Да, вечер прошёл. Нет, что-то не вышло. По-моему, 16 сентября выходит. Уже скоро. Совсем-совсем. Расскажи по своим эмоциям, по ребятам, которые с тобой там в студии были. Больше всего мне не понравился там тоже один приглашённый гражданин, Панасенков, который там в один вечер со мной в этой программе сидел. Он тоже как гость был, да? Он тоже как гость был, да. Он должен был вторым идти, но он там закатил истерику и говорит, если я первым не выйду, то я отсюда уеду. Ко мне подошли организаторы. Говорят, ну без проблем, пусть идёт первым. Плюс он там условия всем поставил. Если парни будут не в костюмах, в пиджаках, там, рубашечках, он тоже не выйдет. Кто Панасенко? Я даже не знаю, кто это. Я первый раз о нём услышал. Извиняюсь, я загуглю. Мне очень вот это интересно. Ты его запомнил, да? Ну, Панасенков он такой. Чтобы попросить всех костюмов. Ехидная морда. Да, Панасенко – это такой питерский литератор, историк, блогер. Это он, да? Да, он, да. Он очень пафосно высказывается, он ходит на проекты всяких телеканалов. И он себя называет, как сказать, вот нарцистически он очень сильно вот такой вот раздутый. И он везде, когда где-то приходит, всегда типа интеллектуально пытается всех задавить. Ну, они его съели. Они его съели? Съели, да. Он прямо шёл по лестнице и смотрел в пол, не понимал ничего. И вот мат перемат. Я не знаю, какой он литератор. А если бы такой персонаж, как Панасенко, в комнате с тобой начал бы вот так качать свои провода? Держко вести себя. Достаточно культурный человек, как Панасенко. После этого удара в живот бы себя начал вести, как ты предполагаешь? Ну, он бы, наверное, в угол сел бы и молчал. Аристократично, обиделся и ушёл в угол. А вот из ребят, ведущих, мы ещё не видели, нам, честно говоря, достаточно интересно, в каком формате у вас диалог проходил. И вот из ребят кто тебе запомнился больше? Все запомнились, все такие хорошие, живые, ну, как бы открытые ребята. У меня даже там сорвалось, я один раз, по-моему, утюкнулся. А нельзя мы эти лица? Можно, они через каждое слово, они так тоже как-то сдержанно себя вели, можно. Но я не хотел, потому что я тут узнал, что у меня и дочка смотрит. И тут папа ещё сидит. Смотри, этот, я помню, Азамата спрашивали, говорят, вот Александр придёт, на что было дальше. Не боитесь ли вы, что там ребята начнут жестить своими шутками? И, типа, не очень хороший юмор. Азамата ответил на это, что сам достаточно очень хорошо шутит, остроумный и знает, где, когда, что сказать. А если какую-то грань ребята перейдут, ну, типа, это уже их проблемы. Ну, таких проблем не это самое, не было. Там даже кто-то из них там встал даже, начал перед камерами ногами махать. Такой полненький там бить. Нет, нет, нет. Ногой махнул и быстро в кресло. Пока ты не встал, да? А не отгадали эту историю, концовку твоей истории? Нет, не отгадали. Нет? Никого из этих ребят, которые там были ведущими, ты до этого не знал, да? Нет, никого не знал. И еще это тоже не смотрел. Нет, ни разу не. А, посмотрел буквально накануне. Мне Азамат поставил там пару выпусков. Вот как раз Джиган там один раз был. А, Джиган. Джиган тоже достаточно откровенный. Джиган, да, звонили оттуда. Ну, посмотреть там. Весело все прошло. Обязательно. Ты упомянул про дочку, что она тоже эти, ну, этот проект смотрит. Ты с ней разговаривал, что идешь туда, на этот проект? Да, я разговаривал. Она сидит, ждет, когда выйдет. А потом, ты говорил, что у тебя дочка тоже спортсменка. Спортсменка, да. У вас прямо спортивная такая, скажем, плеяда. Она волейболом занимается? Волейболом занимается, да. Ущится в школе-интернат. Вот сейчас как раз уехал оттуда. Они живут, тренируются. Сейчас были, как раз у них лагерь был. Она даже выехать не могла оттуда. Вот так сурово, да? Да, все у них там строго. Она уже выше мамы, уже метр восемьдесят один у нее, что ли, рост. Это в тринадцать лет. В четырнадцать лет. В четырнадцать лет. Ну, это хороший розыгр для профессионального волейбола. Да, хочет быть высокая. Ну, есть все данные к этому. Ты стремишься именно к тому, чтобы создать свой семейный очаг. И в этом ты видишь свое спокойствие душевное. Ну, а для чего еще жить? Я уже все повидал, уже, я не знаю, много чего перепробовал. Много где побывал. Много что, не знаю, так уже подделал. Ну, как бы так, надо уже кому-то это оставлять, кому-то передавать. У нас здесь у всех, получается, дочки есть. У Эдуарда три дочки, у меня скоро вторая родится. И у тебя... Так что почему-то у спортсменов большей части рождаются именно дочки. Наверное, это для того, чтобы как-то их слегчить. У ПАП радовать. Слишком много, наверное, мы в мужском обществе находимся из-за этого. Еще у тебя момент такой есть. У тебя есть такое противостояние, которое длится, я не знаю, годами со времен Прайда. Это такой боец Сергей Харитонов. Я же его в Прайде нокаутировал. Он хотел стать чемпионом Прайда. Начал вызывать Федора на бой. Но в то время он хорошо себя чувствовал, физически был развит, технически хорошо подготовлен. Лучше Федора боксировал. Мы в одном зале занимались, он знал всю его борьбу. А почему он вместе тренировался в один момент? Я без понятия. Такие промоутеры и менеджеры были у Харитонова, от которых мы ушли, когда узнали, что они нас под деньгами обманывают. Харитонов не захотел с нами уходить, думал, что у нас ничего не получится. Испугался и остался с той командой, с прежней. Но потом тоже от них ушел. И как-то начал Федора вызывать. Я говорю, давай я с Харитонов подерусь. Снова закрываешь брата, получается, старший. Ну да, и нокаутировал Харитон и все. И он пропал на какое-то время. А сейчас, я не знаю, почему он опять, ну так вот, негатив свой весь какой-то активировал. И начал ядом дышать опять в мою сторону. Камил Гаджиев пытался организовать наш бой. Сделал такую афишу, каждому по 10 миллионов. Он говорит, по 10 миллионов это я для афиши сделал. Я знаю, что каждый из бойцов стоит дороже и попросит гонорар больше. Вот, поэтому будем садиться, обсуждать и к чему-нибудь придем. Я говорю, ну хорошо. Встретился с Камилом, поговорил. Вот, мы с ним договорились и согласился. За 10 миллионов? Ну, у нас там, не важно там за сколько, за идею. Мы же идейные. Да. Согласился. Но идея была больше 10 миллионов. Согласился выступать с Харитоном, побить его. Харитонов попросил за бой со мной полмиллиона. Сейчас... Чего полмиллиона? Да. Долларов. Сейчас он... Я от кого-то слышал, что тоже кто-то предлагал Харитонову. Он сейчас просит уже около миллиона. Долларов? Да. В смысле, чем позже, тем больше денег? Ну, конечно. Он понимает, что он не выиграет. А он думает, что ты молодеешь получается или что? Он понимает, что это он стареет и становится медленным, толстым, ленивым. Как ты сейчас его оцениваешь? Да никак, мертвый. Кого ты из российских бойцов, которые сейчас дерутся на международной арене, UFC, внутри, оцениваешь как перспективным, либо как реально заслуживающий своего статуса? Да все спортсмены, которые выступают, которые занимаются спортом уже достойны уважения, потому что я как профессиональный спортсмен, я знаю, насколько это тяжело быть спортсменом, ходить в спортзал, терпеть, заниматься и если он еще и выступает, еще и выступать. Есть за кем ты следишь вообще? Нет, у меня времени нет. И мне не нравится смотреть бои по телевизору, потому что я постоянно общаюсь, интервью бои, сам занимаюсь боями, выступаю по боям. В какой-нибудь коллектив придешь, там разговоры о боях, еще сидеть дома самому себя, убивать боями по телевизору, ну это будет просто перенасыщение головного мозга. Тогда, а как ты отвлекаешься? То есть ты говоришь, что у тебя нет свободного времени, ты занимаешься, получается, боями, но при этом у тебя нет никаких хобби, тогда в чем отличие отвлекает? Гуляю так, телевизор иногда смотрю, игрушки играю, книги читаю. Какие? Всякие разные. То есть нет какого-то определенного. Мне мой друг подарил такую электронную книгу, закачал туда 63 тысячи книг, и я что-нибудь там выберу. Мне очень нравится философия и история России. История России? Вообще любая история. Как вот ты сейчас оцениваешь вообще внутриполитическую ситуацию в России, внешнюю? Внутриполитическую, я знаю, что у нас очень много недовольных нашим президентом, но дело в том, что лучший президент на сегодняшний день из всех политиков, которые заседают там, ну я не знаю, поставить некого. То есть 145 миллионов россиян нету достойных? Ну я не знаю, 145 миллионов, я лично с ними не знаком, но дело в том, что лучше чем Владимир Владимирович сейчас президента нет. Он очень хорошо общается, давно на этом посту, хорошо освоил его, давно во внешней политике уже ведет такие ожесточенные политические войны с разными странами. Вот, это нам просто неведомо, мы смотрим на какие-то там, как вот в этом самом ты говорил до этого, до интервью, из контекста выберут какое-то предложение, так же и там выдернут какой-нибудь, ну небольшой там отрывок. Да, и все, и все там раздувают. Если в спорте не будет конкуренции, вызовет же это ухудшение качества спортсменов, а уже не будут мотивированы на дальнейший рост? В спорте есть конкуренция, тем более в смешанных единоборствах. Не думаешь ли ты, что вот какой-то там застой военно-власти, да, там то, что долгое время один президент может также вызывать какую-то, знаешь, ослабление конкуренции, ослабление... Нет, мы идем в ногу со временем, у нас никакого ослабления нету, как бы... У тебя айфон, у меня айфон. Да, мы хорошо развеем. Другое дело, что люди обленились, никто не хочет идти работать, трудиться. Все хотят занимать высокопоставленные должности, осваивать бюджет, вот, ездить на дорогих иномарках, вот, и при этом ничего не делать. Саша, у нас сейчас очень много спортсмены наши, начали не только интересоваться спортивной деятельностью, но еще и общественной, начинают осуждать какие-то проявления культурные, там, певцов, поведение кого-то. Как ты оцениваешь вот эту ситуацию, даже в контексте того же самого Моргенштерна, то, что бойцы говорят, что вот эта ситуация... Да я, ну как, я слышал за него, я сказал как-то за Моргенштерна, нормально, что он поет песни и поет у нас. Любого, взять исполнителя... Мне кажется, что это сказывается на подрастающем поколении. Да никак это не сказывается, ну возьмите Басту, у него более ранние песни. Нагана, да. Застрахуй, братуха. Да, все не это, то он, это самое, там, наркота, наркота, пропаганда наркоты, ну, как бы все его слушают, там, с упоением. Ни у кого вопросов не возникает, там, гуфа возьмите, там, еще, ну, любого, там, возьмите, исполнителя, да. Ну вот, именно воспитанием молодежи, в первую очередь, кто должен заниматься? Родители. Родители должны, ну, подавать пример, воспитывать молодежь, вот. А они спихивают в себя эту обязанность, вот, и оставляют ее абсолютно за кем угодно, лишь бы только не за собой. За телевизором, за компьютером оставляют, за школой, потом ходят в школу, начинают выяснять отношения. Почему вот мой ребенок, вы к моему ребенку вот так вот относитесь, там, а не вот так? Да потому что вы не следите за своим ребенком, а ваш ребенок развязан и распущен. Сейчас большую медийность набирают именно такие громкие поединки, там, например, последние, там, турниры Федерации бокса, где Тарасов, Кокляев, Новоселов, остальные бойцы. Как ты оцениваешь, какой это вот пользу несет или, наоборот, труд спортсмена профессионального, который живет только залом, как-то, скажем так, принижает? Да нет, это несет пользу, это… Я еще пример скажу один. В 2013 году, когда бой был Поветкина и Кличко, организаторы говорили, вот сейчас у нас будет, получается, огромнейшее внимание уделено боксу. Дети пойдут, они увидят это и так далее. И проходит, получается, 8 лет, и вот главный бой у Федерации бокса – это Тарасов с Кокляевым. И с Новоселов папа Денисом. Разве дети пришли больше заниматься боксом? Ну, ошиблись они, поторопились с такими заявлениями. После этих боев, там же профессиональные бои идут, и люди уходят. Людям уже не интересно вот смотреть, как профессионалы. Они, профессионалы, уже не рискуют, не обостряют. То есть Тарасов обостряется, Кокляева? Ну, это такие, ты знаешь, всем интересно. Вот люди далекие от спорта, вот они пришли, вот что они будут делать в ринге? Ну, то есть популяризации спорта нет. Кто-то из них отгребет. Правильно. И все вот приходят посмотреть чисто на вот эти вот такие нестандартные бои. Мне кажется, знаешь, Саша, это упрощение вот этого продукта. Потому что, если ты, например, смотришь профессиональный бокс, ты должен выникнуть, кто этот боксер, что он, какой у него стиль поединка, как он будет драться, какой титул. Бьёв сейчас очень много. Все уже перенасытились. И смешанными, и ненаборствами. А это более простая. У тебя, например, с Кокляевым выходит боец против силовика. И один такой. Людям не надо уже объяснять, что как. Вот этот профессиональный боец, это силовик. Кто кого выиграет. И это простая мысль. И всем интересно. Это пароходы двигаются. Я не знаю. А этот людей бьёт. Самолёты только кого. А этот, он всю жизнь отдыхает. А Саша говорит, если он меня пароходом не ударит, значит, у него шансов нет. Мы обсудили множество всяких тем и интересных, которые не только нас интересуют, но и многих людей. В ближайшее время, я думаю, все инфоповоды будут связаны только с тобой. И остальным боецам, чтобы как-то привлечь внимание, придётся кидать вызов именно Александру Емельяненко. Надеюсь, мы не будем в их числе. Мы в их числе точно не будем. Если что... Какой Александр. Саша такой, ну ничего, кидайте. Я просто в календарь вас внесу. На список как-то будет... Окошко будет. Скажем так, несмотря на все перипетии жизненные, которые происходят, ты остаёшься открытым, добрым человеком. И поэтому, я уверен, и лояльность аудитории, и тёплое отношение к тебе и обеспечивается. Спасибо. Друзья, немножко нестандартное будет у нас окончание выпуска. Мы раньше в конкурсе предлагали вам написать название книги или художественного фильма по жизни нашего гостя. Но сегодня мы сделаем немножко по-другому. Александр расскажет небольшую короткую историю, интересную. И в самом интересном коммуникационном моменте он остановится. И вы напишите свои варианты, чем эта история закончилась. И победитель, кто ближе всего будет к этому варианту, или самый интересный вариант, который предложат, получит подарок от Fight Show. Я приехал тренироваться в Амстердам. Что было дальше? ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Субтитры сделал DimaTorzok